Сегодня, 21 февраля, состоялись общие сборы Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины, на котором присутствовали почти все члены Одесского регионального отделения, городские, сельские, поселковые головы. Мероприятие было посвящено обсуждению проекта перспективного плана формирования спроможных громад Одесской области, который был разработан Одесской областной государственной администрацией. Дело в том, что у многих местных советов, многие члены Ассоциации, они были по каким-то причинам, где-то по объективным, по субъективным, не присутствовали на тех консультациях, которые проводились в обл. администрации. Поэтому региональное отделение решило провести для членов Ассоциации вот такие сборы, для того, чтобы все могли высказать свое мнение к этому проекту. Действительно, получился очень конструктивный разговор, обмен мнениями, были высказаны позиции руководителей органов местного самоуправления по тем громадам, которые должны быть в итоге в перспективном плане, который в итоге будет утвержден кабинетом министров. Очень приятно, что практически не возникло ни одного конфликтного момента, в отличие от тех консультаций, которые проводились в обл. администрации. В очень, опять же, повторюсь, конструктивном стиле. И итогом сборов стало подписание протокола с общей выработанной позицией. Эта позиция будет представлена в исполнительную дирекцию Ассоциации городов Украины. И при утверждении кабинетом министров окончательного варианта перспективного плана, она, на наш взгляд, обязана быть учтена. И этот перспективный план должен приняться в полном соответствии с теми предложениями, которые прозвучали сегодня на общих сборах. По перспективному плану, по тому крайнему, как говорится, варианту, предполагается 83 объединенные громады. Сейчас действующих 38. В 2015 году в сессии городского совета был принят генеральный план города Одессы, в который входил перспективные территории для развития города Одессы. Сегодня Одесса по плотности населения самый плотный город Украины. По количеству квадратных метров жилья, находящихся в том же самый плотный город Украины, Одесса зажата со всех сторон. И перспектив исторического развития, дальнейшего развития, на сегодняшний день присложившейся ситуации, город не имеет. Поэтому на сессии был принят развитие, генеральный план, перспективы города Одессы, куда входила так называемая Большая Одесса, с включением и созданием агломерации вокруг города, сельских советов Беляевского, Авидеопольского района. Туда входили районы Межлимания, туда входили районы направления на Киевскую трассу, Хлебодарская сельский совет, и в том числе развитие во видеосторонного Авидеопольского района, это Таировский сельский совет. Также и Лиманского района, который мы знаем, тоже достаточно активно вокруг Одессы, застроен, зажал абсолютно город. Это Фонтанское, Крыжановское и вплоть до Черноморского сельского совета. На сегодняшний день мы в очередной раз уже на Ассоциации городов, несмотря на наше неоднократное обращение и выездных совещаний в Кабинете министров, в Комитете Верховной Рады, заседании в областной администрации под руководством первого заместителя, главы облах администрации. Мы еще раз выставили свою позицию о том, что нужно считаться с городом, нужно считаться с теми нагрузками, которые сегодня легли после массовой, абсолютно бесконтрольной застройки окружения города, нужно городу дать возможность расширяться. Сегодня та же самая позиция была высказана мэром города, Труханом Геннадьевичем, на Ассоциации городов. Что нас ждет, сложно сказать, но мы продолжаем диалог как с облах администрацией, с Ассоциацией городов, с Кабмином, в том числе и личным приемом был у мэра премьер-министром Гончаруком. Мы свою позицию высказываем и выдерживаем ее. Какое же будет решение? Решение принимать в Верховной Раде, в том числе депутатам, которые выбраны от города. Насколько я знаю, они также поддерживают ситуацию по расширению города. Как они проголосуют, будет видно уже непосредственно в процессе голосования. Сначала в том, что созданная эта вера. И по постанове Кабминета Министров, и по помощь пожарная должна доехать туда. В цельской громаде больше нет, что вы делаете. Вы все прекрасно знаете, я вам говорю, что пять лет, а был свой совет, закон и методика требования. Мы просто его смотрим. Фактически отмечательное утверждение будет за Кабминета Министров. Мы будем обсуждать только все конфигурации, которые в составе указанных в России. Следующее, это Арцистский район. Это Арцистский район. Мы будем снять все другие. Проблема и в конецизии. У нас есть такие условия, где не файл, а и ясно. Поэтому у меня есть положение. После всех приемов. То же самое, билеарь, как говорится, по основному заключению. И все новостажи. Семький, 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 Вололад. Чумак, Олександр. Жовтый, как я за вас есть. Семький, Вололад. Что касается ЧПЛ, но надо ее обязательно расслабить. Я участвовал в государственной администрации и пропозиции до него. Если же та работа, которую мы проводим, то расчетнивание законодательства. Правила узнает наша администрация государственная, которая будет сформулирована и высказана. Надо, наверное, чтобы ассоциация внесла законодательство. Если у нас есть что-то, давайте мы получим. Разработайте. Ну, действительно, те вопросы, которые вы задняли сейчас, и они поднимаются.